Перевел мошенникам 140 миллионов рублей. Так, для одного из Бурнаульцев закончился перевод средства на безопасный счет. Такую услугу сегодня предлагают мошенники. Еще одна популярная схема – госуслуги. Например, под предлогом записи к врачу жертвы узнают код СМС, проникают на сайт и оформляют на человека кредит. И еще проще, когда человек теряет или меняет сим-карту. В кавычках брошенная сим-карта, она не отвязывается от учетной записи портала госуслуг, что в последующем приводит к его перепродаже у нового пользователя этой сим-карты. При ее приобретении возникает возможность восстановления доступа к учетной записи пользователя предыдущего. С начала года правоохранители разобрали около двух тысяч случаев, связанных с госуслугами. А в целом за первые девять месяцев в городе зарегистрировали 1821 факт мошенничества, совершенных дистанционным способом, 593 кражи с банковских счетов. По словам экспертов, за полгода в России предотвратили 30 миллионов попыток хищения на общую сумму почти 4,5 триллиона рублей. Для защиты денег жителей перед переводом в банки прогоняют счет получателя по специальной базе от правоохранителей с информацией о счетах и реквизитах мошенников. Если информация о таком мошенническом счете есть в базе, то банк должен эту операцию заблокировать на срок в двое суток. Все чаще мошенники используют дипфейки в своих схемах. Или предлагают человеку инвестировать, или продлить договор услуг сотовой связи. И так заполучают его данные. Из всего массива преступности, если брать город Барнаул, мошенничество, кражи с банковских карт составляют на сегодня 40%. Мы фиксируем снижение такого вида преступлений, как убийства, грабежи, разбои, квартирные кражи, кражи сотовых телефонов и так далее. Но, к сожалению, сегодня массив мошенничеств и ТТ-преступлений, интернет-технологий так называемых, сегодня снижения мы не наблюдаем. Кстати, 820 жителей вовремя поняли о схеме мошенников и не стали переводить им деньги, сообщили в МВД. По статистике правоохранителей, вернуть свои деньги удается менее чем в 10% случаев. Так что будьте внимательны. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.